Виктор Драгунский. Поют колеса тратата. Этим летом папе нужно было съездить по делу в город Ясногорск. И в день отъезда он сказал, «Возьму-ка я Дениску с собой». Я сразу посмотрел на маму, но мама молчала. Тогда папа сказал, «Ну что ж, пристегни его к своей юбке. Пусть он ходит за тобой пристегнутый». Тут у мамы глаза сразу стали зеленые, как крыжовник. Она сказала, «Делайте, что хотите, хоть в Антарктиду». И в тот же вечер мы с папой сели в поезд и поехали. В нашем вагоне было много разного народу. Старушки и солдаты, и просто молодые парни и проводники, и маленькая девчонка. И было очень весело и шумно. И мы открыли консервы, и пили чай из стаканов в постаканниках, и ели колбасу большущими кусками. А потом один парень снял пиджак, и остался в майке. У него были белые руки и круглые мускулы, прямо как шары. Он достал с третьей полки гармошку и заиграл, и спел грустную песню про комсомольца, как он упал на траву возле своего коня у его ног, и закрыл свои карьи очи, и красная кровь стекала на зеленую траву. Я подошел к окошку и стоял и смотрел, как мелькают в темноте огоньки, и все думал про этого комсомольца, что я бы тоже вместе с ним поскакал в разведку, его, может быть, тогда не убили бы. А потом папа подошел ко мне, и мы с ним вдвоем помолчали, и папа сказал, «Не скучай, мы послезавтра вернемся, и ты расскажешь маме, как было интересно». Он отошел и стал стелить постель, а потом подозвал меня и спросил, «Ты где ляжешь? К стенке?» «Лучше ты ложись к стенке, а я с краю». Папа лег к стенке на бок, а я лег с краю тоже на бок, и колеса застучали. Тра-та-та, тра-та-та. И вдруг я проснулся от того, что я наполовину висел в воздухе и одной рукой держался за столбик, чтобы не упасть. Видно, папа во сне очень разметался и совсем меня вытеснил с полки. Я хотела устроиться поудобней, но в это время солнце с меня соскочил, и я присел на краешек постели и стал разглядывать все вокруг себя. В вагоне уже было светло, и отовсюду свисали разные ноги и руки. Ноги были в разноцветных носках или просто бусиком. И была одна маленькая девчоночья нога, похожая на коричневую чурочку. Наш поезд ехал очень медленно, колеса тарахтели. Я увидела, что зеленые ветки почти касаются наших окон. И получалось, что мы едем как по лесному коридору, и мне захотелось посмотреть, как оно так выходит. И я побежал босиком в тамбур. Там дверь была открыта настиж, и я ухватился за перильце и осторожно свесил ноги. Сидеть было холодно, потому что я был в одних трусиках, и железный пол меня прямо захолодил. Но потом он согрелся, и я сидел, подсунув руки под мышки. Ветер был слабый, еле-еле дул, а поезд шел медленно-медленно. Он поднимался в гору, колеса тарахтели, и я потихоньку к ним подладился и сочинил песню. Вот мчится поезд, красота, стучат колеса, тра-та-та. И случайно я посмотрел направо и увидел конец нашего поезда. Он был полукруглый, как хвост. Я тогда посмотрел налево и увидел наш паровоз. Он вовсю карабкался вверх, как какой-нибудь жук. И я догадался, что здесь поворот. А рядом с поездом была тропочка, совсем узкая. И я увидел, что впереди по этой тропочке идет человек. Издалека мне показалось, что он совсем маленький, но поезд все-таки шел быстрее его. И я постепенно увидел, что он большой, и на нем голубая рубашка, и что он в тяжелых сапогах. По этим сапогам было видно, что он уже устал идти. Он держал что-то в руках. Когда поезд его догнал, этот дядька вдруг спустился со своей тропочки и побежал рядом с поездом. Сапоги его хрупали по камешкам, и камешки разлетались из-под тяжелых сапог в разные стороны. И тут я поравнялся с ним, и он протянул мне решето, затянутое полотенцем. И все бежало рядом со мной, и лицо у него было красное и мокрое. Он крикнул, «Держи решето, малый!» и ловко сунул мне его на колени. Я вцепился в это решето, а дяденька ухватился за перильца, подтянулся, вскочил на подножку и сел рядом со мной. Он вытер лицо рубашкой и сказал, «Еле влез». Я сказал, «На тебе ваше решето!» Он не взял. Он сказал, «Тебя как звать?» Я ответил, «Денис». Он кивнул головой и сказал, «А моего Сережка?» Я спросил, «Он в каком классе?» Дяденька сказал, «Во вторым». «Надо говорить во втором», сказал я. Тут он сердито засмеялся и стал стаскивать полотенце с решета. Под полотенцем лежали серебристые листья, и оттуда пошел такой запах, что я чуть не сошел с ума. А дяденька стал аккуратно снимать эти листья один за одним, и я увидел, что это полное решето малины. И хотя она была очень красная, она была еще и серебристая, седая, что ли, и каждая ягодка лежала отдельно, как будто твердая. Я смотрел на малину во все глаза. «Эт, ты ее холодком прикрыла!» Ишь, притуманилась, сказал дядька. «Ешь давай!» И я взял ягодку и съел, и потом еще одну, и тоже съел, и притавил языком, и стал так есть по одной, и просто таял от удовольствия. А дяденька сидел и смотрел на меня, и лицо у него было такое, как будто я болен, и ему жалко меня. Он сказал, «Ты не по одной, ты пригоршний!» И отвернулся. Наверное, чтобы я не стеснялся. Но я его нисколько не стеснялся. Я добрых не стесняюсь. Я стал сразу есть пригоршний и решил, что пусть я лопну, но все равно я эту малину съем всю. Никогда еще не было так вкусно у меня во рту и так хорошо на душе. Но потом я вспомнил про Сережку и спросил у дяденьки, «А Сережка ваш уже ел?» «Как же я не ел?» Сказал он. «Было, и он ел». Я сказал, «Почему же было? А, например, сегодня он уже ел?» Дяденька снял сапог и вытряхнул оттуда мелкий камешек. «Вот ногу мозолит, терзает, скажи ты, а вроде такая малость». Он помолчал и сказал, «И душу вот такая малость может в кровь истерзать». Сережка, браток, теперь в городе живет. Уехал он от меня. Я очень удивился. Вот так парень. Во втором классе от отца удрал. Я сказал, «А он один удрал или с товарищем?» Но дядька сказал сердито, «Зачем один?» «С мамой со своей». Ей, видишь ли, учиться приспичило. У ней там родичи, друзья, приятели разные. Вот и выходит кино. Сережка в городе живет, а я здесь. Не складно, а? Я сказал, «Не волнуйтесь, выучится на машинисты, приедет, подождите». Долго больно ждать. Я сказал, «А он в каком городе живет?» В Курске. Я сказал, «Надо говорить в Курске». Тут дяденька опять засмеялся, хрипло, как простуженный, а потом перестал. Он наклонился ко мне поближе и сказал, «Ладно, ученая твоя голова, я тоже выучусь. Война меня в школу не пустила. Я в твои годы кору варил и ел». И тут он задумался, потом вдруг встрепенулся и показал на лес. «Вот в этом самом лесу, браток. За ним гляди, сейчас село красное будет». «Моими руками это село построено. Я там и соскочу». Я сказал, «Я еще одну только горсточку съем, и вы завязывайте свою малину». Но он продержал решето у меня на коленях. «Не в том дело. Возьми себе». Он положил мне руку на голую спину, и я почувствовал, какая тяжелая и твердая у него рука, сухая, горячая и шершавая. А он прижал меня крепко к своей голубой рубашке, и он был весь теплый, и от него пахло хлебом и табаком. И было слышно, как он дышит, медленно и шумно. Он так подержал меня немножко и сказал, «Ну, бывай, сынок, смотри, веди хорошо». Он погладил меня, и вдруг сразу спрыгнул на ходу. Я не успела опомниться, а он уже отстал, и я опять услышал, как хрупают камешки под его тяжелыми сапогами. И я увидел, как он стал удаляться от меня. Быстро пошел вверх на подъем. Хороший такой человек в голубой рубашке и тяжелых сапогах. Скоро наш поезд стал идти быстрее, и ветер стал чересчур сильный. И я взял решето с малиной и понес его в вагон. И дошел до папы. Малина уже начала оттаивать, и не была такая седая, но пахло все равно, как целый сад. А папа спал. Он раскинулся на наши полки, и мне совершенно негде было приткнуться. Некому было показать эту малину и рассказать про дядьку в голубой рубашке, про его сына. В вагоне все спали, и вокруг по-прежнему висели разноцветные пятки. Я поставила решето на пол и увидела, что у меня весь живот и руки, и колени красные. Это был малиновый сок, и я подумала, что надо сбегать умыться. Но друг начал клевать носом. В углу стоял большой чемодан, перевязанный крест-накрест. Он стоял торчком. Мы на нем вчера резали колбасу и открывали консервы. Я подошел к нему и положил на него локти и голову. И сразу поезд стал особенно сильно стучать. Я пригрелся и долго слушал этот стук. И опять в моей голове запелась песня. Вот мчится поезд, красота, поют колеса, Трот таттар Трот таттар Трот таттар